Когда Татьяна Яковлева поменяла свое депутатское кресло на место замминистра здравоохранения, родную Ивановскую область она стала посещать реже. Тем не менее, о малой родине старается не забывать. В рамках этого визита Татьяне Яковлевой показали работу Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии при областной больнице. Прентгеноперационные за день спасают не одну человеческую жизнь. Еще за несколько часов до прибытия сюда пациент, как правило, не догадывается, какая беда его подстерегает. Острый инфаркт миокарда. Это всегда неожиданно. Помощь нужно оказать в течение примерно трех часов. У пациентов происходит окклюзия сосуда, то есть образование тромба и повреждение сердечной мышцы, ответственное за кровоснабжение этого участка. И восстановление кровотока позволяет минимизировать объем поврежденной сердечной мышцы, уменьшить объем инфаркта миокарда и избежать глобального количества осложнений, которые, как я уже говорил, являются основой в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это и называется высокотехнологичной медицинской помощью. Правда, оборудование в операционной работает с 2008 года. Пока не подводило, но при таком потоке пациентов скоро может отказать. А между тем, замминистра предложила не останавливаться и создать на базе больницы гибридную операционную. Это вообще-то 21-й и даже чуть-чуть немножко 22-й век. Это когда за одну только операцию, я немножко попроще скажу, можно решить практически все проблемы данного больного. Например, провести интервенцию, то есть это стентирование на сосудах, а в то же время операцию на открытом сердце. Временный губернатор идею одобрил. Тем более, что кадры есть, а больших финансовых вливаний для этого не потребуется. В перспективе уже создать серьезную школу и оказывать услуги этого уровня не только жителям Ивановской области, они уже сегодня практически на 100% такой высокой количественной помощи обеспечены, но и жителям соседних областей. И что меня особенно в этом деле радует, что в этом случае медицина будет являться не только потребителем бюджетных денег, но и донором нашего бюджета. Для того, чтобы работать высокотехнологично операционно, ивановским врачам предстоит пройти курсы повышения квалификации в Москве. А потом Татьяна Яковлева пообещала отправить наших медиков в Институт сердца в Берлин.